В то, что обмен рано или поздно состоится, родители освобожденного из плена Владислава Овчаренко верили изначально. О 14 месяцах испытаний Валерия и Виктория рассказали журналистам редакции сайта «Украинский выбор права народа». Конечно, вера иногда так. Я когда звонила, или мне звонили с Украины, я говорила, вроде как и вера теряется, но в душе я изначально верила, что обмен все равно рано или поздно произойдет. Беда в их дом пришла так. Влад просто пропал. Пошел встретиться с девушкой, маме говорит, я через часик буду. И вот через час нету, там два, вечер нету, и связь пропала. Ему звоним, нет связи. Мы поняли, что-то произошло. Мы начали разыскивать. И приходишь в эту организацию, вот эту МГБ называемую, они говорят, у нас его нет. Это приходим день, там, ну разом четыре приходили, потом опять уже нас как бы не прогоняют, но ищите в другом месте. Мы практически не ели. Может, из-за этого я и потеряла, и я, и муж, мы как в концлагере потеряли вес. По жестокой иронии судьбы, СИЗО, в котором удерживали Влада, находилось на соседней улице от родного дома. По словам родителей, мучительнее всего было ежедневно проходить мимо стен, за которыми сидел сын. Каждый день в течение 14 месяцев. Родители Влада объясняют, почему за помощью обратились именно к Виктору Медведчуку. Ну, во-первых, мы следили и до этого, когда еще Влад не попал в плен. Мы следили за обменами, нам это не чужое, как говорится. Мы переживали также за других, поэтому мы знали, кто занимается. Мы практически были в курсе, куда сразу надо обращаться. События, вселившие веру, что обмен будет, Виктория и Валерий описывают так. В интернете у нас хоть не все блокируется, и мы прочли, что Виктор Владимирович встречался с президентом РФ и договорились. Ну, тут мы уже поняли, что должно что-то с места сдвинуться. Раз эти люди уже заявили, уже все будет, все должно быть нормально. Так и было. И долгожданная встреча с освобожденным сыном состоялась. Мы верили, что к Новому году действительно будет. Раз уже так заявили открыто, то, значит, должен быть обмен. Единственное, когда 27-го вот был обмен, и должен был начаться в одно время, а начался позже, это была каторга эти часа. Два часа, да, там задержка произошла. Мы так боялись, что сорвется, мы боялись дыхнуть. Самая главная встреча с сыном, конечно, мы сколько-то ждали момента. Ну, вот уже когда мы обнялись, когда встретились, вот тут уже, тут просто нету слов, как это передать. Хотя представляли это как встреча, как она будет, но это словами даже не передать, наверное. Главное, что семья, мы все вместе. Как и с кем встречали Новый год, рассказывает сам Влад. Отметили, я родители, моя девушка, Тёма и Маша. То есть большой нашей выпускной компанией, все луганчане. На самом деле было круто. Скажем так, может даже не было, знаете, ёлки, но у нас было настолько крутое настроение, что там и ёлка не нужна была. Очень важно, чтобы в данной ситуации держали слово обе стороны, что обмен произошел именно до Нового года. И это даёт, знаете, такую маленькую надежду, что, дай Бог, и ближайший обмен состоится, как они обещали, в самом ближайшем времени. Потому что свобода наших ребят сейчас это приоритет, наверное, всей страны. Жизни людей – важнейший приоритет и для православной церкви. Роль церкви вот в такого рода конфликтах, она в первую очередь носит, конечно, гуманитарное измерение. Судьба людей, люди страдают. Виктор Медведчук отмечает, огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. Святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину. И принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса. Неоценима и роль Украинской православной церкви в процессе обмена. Во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием УПЦ содействует освобождению наших граждан и проводит миссию милосердия и примирения. Нельзя не отметить и роль блаженнейшего митрополита Ануфрия, главы канонической Украинской православной церкви, который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем, чтобы наши сограждане могли вернуться в семьи, к родным и близким. Жизненно важной гуманитарной миссией считает освобождение наших граждан лидер движения «Украинский выбор права народа» Виктор Медведчук. Виктору Владимировичу мы очень благодарны. Я бы хотела, как я и говорила, обратиться, чтобы он дальше продолжал работу по обмену. Это очень важно, очень важно. Я думаю, что ко мне присоединятся все мамы, меня в этом поддержат, в этой просьбе. Да, поблагодарить его за эту работу, что он без всякого пиара там был. Просто взял и сделал. Ему надо заниматься, потому что он единственный человек, что может как-то там решать на данный момент. Я все время говорю всем журналистам, за каждого гражданина надо бороться. Молодой он или старый, какая разница, граждане Украины все. Я считаю, что мы не виноваты, что так случилось. И большая часть населения этого не хотела, чтобы случилась эта война. Не все люди понимают, что такое война. Мы-то с 14, мы же не выезжали никуда. Мы же видели, как гибнут люди, видели эту кровь на асфальте. Видели взрывы. У нас крыша пробита. Возле нас, 100 метров от нас, 6 мин лягло. У нас по стенам стучали осколки. Мы видели это все своими глазами. Это очень страшно. Очень тяжело слышать сводки, когда с фронта, когда гибнут. То трое, то двое. Они тоже чьи-то дети, чьи-то мужья. В этих словах матери боль всех украинцев, которые хотят видеть Украину мирной и единой страной. Потому что хочется, чтобы страна развивалась и жила в мире, чтобы мир был. Такова позиция и общественного движения «Украинский выбор права народа» и его лидера Виктора Медведчука. Политика сшивания страны, политика примирения, она должна быть в основе деятельности и функционирования власти. К сожалению, так не получается. Те, которые призывают к применению силы, те, которые призывают к применению насилия, к применению оружия, но это путь никуда. И этот путь, к сожалению, мы ощущаем вот уже почти 4 года. И мы видим результаты этого пути. Вот этого надо избежать. Избежать тех ударов, которые, по словам Виктора Медведчука, любой вооруженный конфликт наносит в первую очередь по человеческим судьбам. В том, чтобы облегчить страдания людей, вернуть домой всех, Виктор Медведчук видит не только свой гражданский долг, но и стратегическую для страны задачу. Благодаря его усилиям на сегодняшний день из плена освобождены 479 граждан Украины.